Вооруженными силами РФ проведена успешная операция по высадке десанта в районе аэродрома Гастомель в пригороде Киева. При захвате аэродрома уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Об этом сообщает Минобороны России. В операции было задействовано более 200 российских вертолетов. Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздухой и активным ведением радиоэлектронной борьбы, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Коношенков. Отмечается, что силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме, в результате чего было обеспечено блокирование города Киева с запада. Российская армия не будет наносить никаких ударов по жилым кварталам Киева, сообщил представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Коношенков. Он обратил внимание на то, что украинское руководство приняло решение использовать своих граждан как живой щит, устанавливая реактивные артиллерийские системы в жилых кварталах. «Использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением. Данный почерк нам хорошо знаком. Этими приемами активно пользуются курируемые ЦРУ-террористы на Ближнем Востоке и в других странах», — заявил он. После Коношенков обратился к жителям Украины. «Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут», — подытожил генерал-майор. Ранее сообщалось, что в российском оборонном ведомстве заявили о фиксации случаев самосуда и расправ со стороны националистов над отказывающимися воевать с рочниками украинских воскресенья. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город вступил в фазу обороны и призвал киевлян не покидать дома. «Город вступил в фазу обороны. Оставайтесь в помещениях или укрытиях, а выходить можно только по окончании сигнала воздушной тревоги», — написал мэр в своем телеграм-канале. Также городоначальник призвал жителей Киева запастись водой, продуктами питания и товарами первой необходимости. Накануне 24 февраля Кличко объявил о введении в Киеве комендантского часа.